Которые начали историки-иностранцы, завышал российский историограф Николай Крамзин. До 19 века общепринятая сегодня версия русской истории знал лишь узкий круг лиц. Но в 1826 году, после издания его работы «История государства российского», эта версия стала широко известна. Постепенно ее коммунизировали и внедрили в школьный курс истории. По сей день эта так называемая официальная историческая версия безраздельно господствует на страницах всех учебных пособий. Этот выносил уже скоро 200 лет, снова и снова вкладывается в сознание каждого нового поколения. Однако сразу после выхода в свет, история Крамзина подверглась резкой критике со стороны всех православных и патриотически мыслящих людей России. Например, среди критиков этой работы были святитель Филарет и адмирал Александр Семенович Шишков. Исследователи трудов Крамзина отмечали, что он слишком потребительски относился к тем письменным документам, которые использовал при написании своей истории. Он брал только те фрагменты текстов, которые соответствовали его повествованию и категорически отметал то, что ему противоречило. Русский историк и писатель Николай Арцебашев доказал недостоверность одного из основных документов, которым пользовался Крамзин. Это так называемое сочинение князя Копского «История о великом князе московском». Поэтому многие отмечали, что работа Крамзина это скорее литературное произведение, чем беспристрастный исторический анализ. И действительно, Крамзина вряд ли можно считать беспристрастным историком. Дело в том, что Крамзин, получивший звание официального историографа российского государства, ненавидел Россию и презирал все русское. Уже 18 лет он сошелся с масонами и стал членом Ложи Золотого Венца. Его русофобия проявлялась в отношении старых русских обучаев, нравственных устоев русского народа. В письмах русского путешественника Крамзин писал «Все народное – ничто перед человеческим. Главное быть людьми, а не славянами». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова